Сергей Козлов. Ёжикина скрипка. Ёжик давно хотел научиться играть на скрипке. Что же, говорил он, птицы поют, стрекозы звенят, а я только шипеть умею. И он настрогал сосновых дощечек, высушил их и стал мастерить скрипку. Скрипка вышла легонькая, певучая, с веселым смычком. Закончив работу, Ёжик сел на пенек, прижал к мордочке скрипку и подтянул сверху вниз смычком. НИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ такую, думал он, чтобы шумела сосна, падали шишки и дул ветер. Потом, чтобы ветер стих, а одна шишка долго-долго качалась, а потом, наконец, шлёпнулась. Хлоп! И тут должны запищать комары, и наступит вечер. Он поудобнее уселся на пеньке, покрепче прижал скрипку и взмахнул смычком. У-у-у-у! Загудела скрипка. Нет, подумал ёжик, так, пожалуй, гудит пчела. Тогда пускай это будет полдень. Пускай гудят пчёлы, ярко светит солнышко, и по дорожкам бегают муравьи. И он, улыбаясь, заиграл. У-у-у-у! Получается! Обрадовался ёжик, и целый день до вечера играл полдень. У-у-у-у! Неслось по лесу, и посмотреть на ёжика собрались тридцать муравьёв, два кузнечика и один комар. Вы немножко фальшивите, вежливо сказал комар, когда ёжик устал. Четвёртое, у-у-у! Надо взять чуть-чуть потоньше, вот так. И он запищал «Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». «Нет», – сказал Ёжик, – «вы играете вечер, а у меня полдень. Разве вы не слышите?» Комар отступил на шаг своей тоненькой ножкой, склонил голову на бок и приподнял плечи. «Да-да», – сказал он, прислушиваясь, – «полдень. В это время я очень люблю спать в траве». «А мы», – сказали два кузнечика, – «в полдень работаем в кузне. К нам как раз через полчаса залетит стрекоза и попросит выковать новое крылышко». «А у нас», – сказали муравьи, – «в полдень обед». Один муравей вышел вперед и сказал, – «Поиграйте, пожалуйста, еще немного. Я очень люблю обедать». Ёжик прижал скрипку и заводил смычком. «Очень вкусно», – сказал муравей, – «я каждый вечер буду приходить слушать ваш полдень». «Выпала роса». Ёжик, как настоящий музыкант, поклонился спенькам муравьям, кузнечикам и комару и унес скрипку в дом, чтобы она не отсырела. Вместо струн на скрипке были натянуты травинки. И, засыпая, ёжик думал, как завтра он натянет свежие струны и добьется все-таки того, чтобы скрипка шумела сосной, дышала ветром и топотала падающими шишками. Вместо струн на скрипке.